Водород Экологически безвреден Продукты его сгорания вода и небольшое количество окислов Энергетика горизонтальная Она охватывает всю цивилизацию Проблема энергетики вертикальна Они пронизывают общество от семьи до государства Энергетика иерархична, как вся наша жизнь На каждом уровне свой комплекс энергетических проблем Признаться, я не совсем представляю По какой горизонтали или вертикали меня пронизывает иерархия энергетики Исключая, разумеется, определенный комфорт в быту Без которого я могу легко обойтись И так назад к природе Но пока ты не совершил этого шага Ты же относишься к цивилизованным людям Как видишь А цивилизация и определяется уровнем потребления энергии Здесь все И полеты в космос, и комфорт в быту И даже абстрактное духовное начало И твои похвальные размышления О канувших в лету золотых днях в гармонии А здесь-то при чем энергетика? В античном мире на каждого свободного гражданина приходилось по три раба Их труд Вот фундамент цивилизации Вавилона, Эллады, Рима Все понял У меня в рабстве миллион машин Всего-навсего пятнадцать В среднем Пятнадцать машинных эквивалентов одного человека-раба Все это работает на меня, на тебя день и ночь Мы пишем романы, фантазируем Живем так, как привыкли жить Благодаря существующему уровню энергии В своем естественном развитии Общество потребляет все большее количество энергии А ее традиционные источники и вечны Рост потребления энергии создает определенную экологическую опасность Сотни тысяч тонн нефти на поверхности океана Это не только потери сырья для промышленности Но и гибель живого Так зачем мне тогда нефть Которая осталась так мало Попоть, дым, нефтяные кризисы Войны, уничтожение живого Почему же мы рискуем оказаться в каком-то тупике Должно же быть что-то другое Но я не знаю, что именно Но должно Сегодня 70% всей необходимой человечеству энергии Дают нефть и нефтепродукты Момент исчерпания нефтяных ресурсов Оценивается экспертами по-разному Оценивается экспертами по-разному Цены на нефть растут Дорожает и природный газ Пока еще главный источник получения 30 миллионов тонн водорода Без которого, в частности, немыслимо производство минеральных удобрений Минеральные удобрения Это прежде всего хлеб А для того, чтобы во всем мире всего в два раза увеличить урожай зерна Нужно в 10 раз повысить производство энергии Гуманизм и хлеб понятия тесные Любить людей Это прежде всего их кормить А увеличение производства энергии всего в два раза В восемь раз увеличивает загрязненность среды Вот и выбирай Ну хорошо, я не прав Дым, трубы необходимы Належи и другие источники энергии Безвредные, бесплатные Солнце, вода, ветер Сколько? Что сколько? Поскольку, как ты думаешь, обходится прямой перевод солнечной радиации Энергетика самого Солнца определяется термоядерными превращениями водорода Который составляет 70% солнечной массы Прямое преобразование солнечной радиации при существующей технологии настолько дорого Что имеет смысл пока лишь при использовании в космических исследованиях Или в энергоустановках удаленных районов А сколько сегодня будет стоить гипотетическая солнечная станция Способная насытить все эти домны, печи, трубы Без которых мы хотим того или нет Обойтись пока не можем И вообще существует такой парадокс Чем дешевле кажется источник Тем дороже обходится энергия Самый строгий цензор экономика Ну, хорошо Построено огромное количество гидростанций Значит, это выгодно И к тому же, по-моему, безвредно Положим, не так уж это дешево и безвредно Каждая гэс обходится достаточно дорого Причем затапливаются огромные пространства Леса, башни Рек на земле много Но не на каждой можно построить гэс Построенные и запроектированные сейчас гидроэлектростанции Смогут дать к 2000 году Не более 10% всей получаемой электроэнергии С другой стороны, вода практически неисчерпаемый резерв сырья Для получения водорода В настоящее время разрабатываются различные способы Расщепления молекулы воды На водород и кислород К сожалению, ни специалисту не ясен тот порой очень глубокий разрыв Между возможностью осуществления идей и масштабом ее использования Ветер, приливные станции, энергия океанских течений Все это очень красивые проекты и эксперименты Они будут разрабатываться Однако не им принадлежит решение проблемы в целом Это частности А кардинальные вопросы всей энергетики будущего Должны решаться сегодня Сейчас и не так После такого разбора вариантов даже я при всей своей наивности понимаю, что тепло подземных недр тоже не решение вопроса По прогнозам Геотермальная станция на Камчатке Мощностью в миллион киловатт Могла бы работать в течение 500 лет Но запасы горячей воды Пара встречается не так уж часто и не везде А использование тепла подземных горных пород Пока еще сложная техническая и экономическая задача Пока нефть основа энергетики Но использовать нефть как горючее значит лишать себя и будущее Уникального источника полимеров Пластмасс, синтетических волокон, медикаментов, витаминов Словом, практически всей продукции современной нефтехимии Не объясняй мне пока как разрубается этот гордив узел энергетики Не надо делать из меня оракула Я лишь констатирую факты Я о другом Понимаешь, мне чертовски досадно от сознания невозможности возможного Вот я понимаю, что эта травинка совершение любого компьютера Пока есть солнце, для нее нет энергетических проблем Так почему же мы идем таким мучительным путем? Это естественно У эволюции было времени гораздо больше, чем у нас К тому же мы с тобой находимся на более высокой ступени Ну хорошо, покончим с лирикой Так что же у нас остается, кроме надежд и дефицита времени? Ну, во-первых, уголь Насколько я помню, он уже был Есть и будет, но несколько в ином качестве Абсурден, например, самолет, летающий на угле Значит Запасы угля только в нашей стране Оцениваются в 6900 миллиардов тонн И при современном темпе потребления Его должно хватить на многие сотни лет Уголь может быть использован для получения синтетических топлив Одним из которых является водород Разложение воды для получения водорода происходит с участием угля А водород, в свою очередь, обязателен при получении из угля Искусственного бензина, керосина и другого ценнейшего химического сырья Итак, это во-первых Что, во-вторых, я уже догадываюсь Атомные станции? Атомные станции производят электроэнергию и тепло Но лишь 30% всех потребителей энергии довольствуются электричеством Транспорт, авиация, металлургия Нуждаются в природном газе, нефтепродуктах и угле Привычное топливо с успехом можно заменить на водород Предполагается, что часть электроэнергии, вырабатываемая атомными станциями Будет идти на получение водорода из воды По прогнозам, стоимость транспортировки водорода По трубопроводу от атомных станций Уже сейчас может конкурировать с передачей электроэнергии на большие расстояния А проблема отходов? Сложная, но технически вполне разрешимая задача И не это самое главное Главное, хватит ли урана на Земле Этой пищи для ядерных котлов Успеем ли мы построить реакторы-размножители Или овладеть термоядерным синтезом? Надо успеть, пока нарушения экологического равновесия не стали необратимыми Основным загрязнителем воздуха в промышленно развитых центрах является автомобиль На его долю приходится около 60% всех вредных выбросов 5% добавка водорода к обычному бензину Экономит топливо на 25% И снижает токсичность выхлопа в сотню раз Суммарный выхлоп 5500 автомобилей Вот эквивалент действия на верхние слои атмосферы При перелете одного крупного авиалайнера При сохранении темпов роста воздушных перевозок По некоторым прогнозам авиация должна стать к 2000 году Доминирующим потребителем нефти Учитывая все это, видимо, именно дальней авиации Предстоит одной из первых перейти на жидкий водород В качестве альтернативного топлива Проблемы водорода находятся на перекрестке Многих энергетических направлений Сохранение драгоценной нефти Чистый воздух Там, где мы привыкли видеть гарь и дым Лишь немногие очевидные достоинства применения водорода Но если водород так замечательный, экологически чистый При сгорании образуется вода, добывается миллионами тонн Так почему же не начать жизнь заново на водороде? Ты думаешь, это так просто? Миллионы тонн получаем мы из газа, а нужен водород из воды Технология такого процесса пока еще не экономична Пока водород еще дорог А насколько сложен и дорог перевод техники и промышленности С одного топлива на другое? Так что... Но кто-то ведь должен решать все эти вопросы Делать прогнозы, давать оценки Тогда у нас есть готовые системы при решении проблем Теплоотеретрации получения водорода Можно априори сказать, что процессы замораживания, фильтрации и очистки Безусловно... Водород это не просто топливо Водород, разумеется, не единственный энергоноситель Но по сумме положительных качеств Выгодно ли использовать пиковые нагрузки атомных станций для получения водорода? Перевод только одного крупного аэропорта на водород Оценивается в миллиард рублей Так ли он экологически безвреден? Как хранить огромное количество газообразного водорода? Есть уже 50... В чем ее окололировать? Какая же схема получения водорода из воды окажется оптимальной? Экономически, технологически Так ли безоблачно будущее водородной энергетики? Земля маленькая, а людей все больше и больше Я так представляю город будущего Что-то большое, красивое и непонятно на чем держится А этот змей будет подчеркивать, что все-таки и в 2000 году будут дети А этот музей деревьев То мне так до чего дошли, что уже деревья в музей отправили И что это деревья считают редкостью Ты знаешь, удивительная штука получается с водородом Первый элемент Вся энергетика звезд Горячих звезд Ну да, горячих И послание инопланетянам на волне межзвездного водорода Здесь что-то есть Да ничего особенного Просто логика развития Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok